Вести Карачаева, Черкесия На состоявшейся в Москве встрече главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова с министром науки и высшего образования России Валерием Французом. Вместе с Валерием Фальковым обсуждены вопросы развития высшего образования в Республике и взаимодействия с Федеральным профильным министерством. Одной из главных тем встречи стало исполнение задач, поставленных президентом страны по подготовке специалистов по востребованным на рынке труда профессиям. Причем наша цель, чтобы подготовленные специалисты закреплялись в регионе, отметил руководитель Карачаевой Черкесии. На территории Республики действуют два вуза с широким спектром специальностей. При этом Государственный университет является и базовой площадкой подготовки педагогических кадров преподавателей национальных языков. Кроме того, на территории региона расположена специальная астрофизическая обсерватория РАН и обсерватория МГО, где проходят различные образовательные мероприятия, в которых принимают участие ученые со всей страны. Глава Республики Рашид Тимрезов подписал с генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгением Кавниром соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает повышение эффективности госуправления в Республике за счет информационных технологий, ускоренное внедрение в регионе цифровых проектов, а также создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика России». Министерство туризма и курортов Республики запустило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие внутреннего туризма в нашей Республике. Сумма гранта от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Заявки на конкурсный отбор принимаются до 19 июля. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которые включают в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третья мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство. Соответственно, все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. Секретарь Карачаева Черкесского регионального отделения «Единой России» и спикер парламента Республики Александр Иванов наряду с другими политиками и рядом деятелей искусства отмечен Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград состоялась в Кремле. Ее провел первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко. Руководитель региона Рашид Тимрезов поздравил Александра Иванова с высокой государственной наградой в своем официальном телеграм-канале. Состоялось очередное заседание правительства Республики, на котором рассмотрено 9 вопросов. Кабинет министров принял проект закона о государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесии. Он предусматривает меру государственной поддержки для субъектов инвестиционной деятельности. А именно, планируется ввести мораторий на прекращение государственной поддержки из-за неисполнения инвесторами условий соглашений. Члены правительства приняли и проект постановления о создании противоэпизиотической комиссии на территории Карачаево-Черкесии. Она создается в целях оперативного решения вопросов в случае возникновения особо опасных заболеваний, предупреждения и распространения ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встречи, сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение, либо зона в рекреации. Подробности сообщила заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. В программе модернизации системы образования есть четыре основные задачи, шесть мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. Мэрия Черкесска объявляет конкурс на лучшее оформление фасадов и прилегающих к ним территорий. Конкурс, приурочен к столетию Карачаевой Черкесии, является своеобразным стимулом для творческого подхода в оформлении зданий и ландшафтов, создании праздничной атмосферы в преддверии празднования юбилея республики. И в конечном итоге – улучшение архитектурно-художественного облика нашего города. Конкурс проводится до 20 августа, подведение итогов – в третьей декаде августа. Победители и призеров, которые определятся путем подсчета лайков, ждут денежные призы. На дорогах Черкеска нанесли 800 квадратных метров разметки. Работы проводились в ночное время, когда на дорогах меньше автомобилей. На пешеходных переходах, расположенных на улицах Демиденко, Кутякулова, Октябрьска, Лермонтова, Даватора, Кочубея, Кавказска, Привокзальная и Умаралиева, нанесли дорожную разметку. К началу учебного года силами муниципального предприятия «Черкеск Транссигнал» будет обновлена разметка у всех школьных и дошкольных учреждений. В Черкесске по распоряжению мэра Республиканского центра Алексея Баскаева стартовал ручной сбор амброзий, являющийся сильным аллергеном. В городе работают три пункта приема карантинной растительности. В каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 сантиметров можно получить вознаграждение 30 копеек. Комментирует информацию главный специалист отдела контроля городского хозяйства управления ЖКХ мэрии Черкеска Максим Шепедько. Экологическая акция «Стоп амброзия» проводится 2015 года. Мы возобновляем эту акцию, поскольку в 2020 и 2021 году в связи с ситуацией COVID по стране массовые мероприятия запрещены были, акция не проводилась. Вот спустя два года мы ее возобновляем. Начинали когда с 2015 года, не ожидали такого эффекта, что людей все больше и больше участвует. Цели разные у всех. Кто-то заработать хочет, кто-то принести пользу для людей. У нас в акции даже аллергики участвуют. Почему они участвуют? Потому что само растение амброзия до периода цветения никакой угрозы для здоровья не представляет. Поэтому участников у нас вполне очень даже много. Первомолодежный проектный офис откроется в Карачаево-Черкесии, который позволит молодежи сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Офис откроется уже в августе и будет включать в себя наставническую деятельность, единый информационный ресурс, образовательную площадку, онлайн и офлайн площадки для консультации, а также площадки взаимодействия и сопровождения. С его открытием более 300 молодых людей Карачаево-Черкесии научатся писать проекты и смогут публично их защищать. Бизнес-лагерь соберет в Карачаево-Черкесии представителей инфраструктуры, поддержки и предпринимательства со всей России. Мероприятие, посвященное столетию республики, а также пятилетнюю юбилею центра «Мой бизнес» пройдет с 14 по 16 июля в Архызе. На мероприятие съедутся представители органов исполнительной власти, руководства и сотрудники центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и других ведомств со всех субъектов страны. Участие в программе форума также примут заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова и директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян. Совет отцов республики в Черкесске провел заседание, чтобы обсудить вопросы нравственного и духовно-патриотического воспитания молодежи. За полгода существования Совету удалось провести определенный объем работы, комментирует информацию председатель Совета Али Байрамкулов. Совместно с уполномоченным по правам ребенка выезжали и самостоятельно проводили профилактические работы по школам. Совместно с ПСОТК «Черкавказ», ГОЧС и НКО «Центр помощи ЧАЭС» за это короткое время, вдумайтесь, было проведено 27 мероприятий. Только совместно с этими организациями. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева отказались от традиционных мантий и шапочек для выпускного и на сэкономленные средства оказывают благотворительную помощь. Комментирует информацию начальник управления молодежной политики и социальных проектов университета Наурус Капушев. В выпускнике КЧГУ в очередной раз доказывают, что они не только высококвалифицированные специалисты, творческие и талантливые личности, но и добрые люди, которые поддерживают тех, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Уже второй раз они отказываются от традиционных мантий и шапочек и на сэкономленные деньги оказывают благотворительную помощь. Так, в 2020 году выпускники приобрели и передали в больницу медицинские препараты и лекарственные средства для лечения больных коронавирусной инфекцией. В этом году было принято решение, что сэкономленные деньги направятся на гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Добро, делающееся с большим желанием и душевным порывом, всегда возвращается, и в этом уверены наши ребята. С 9 по 15 августа текущего года высокогорный Северокавказский форум «Махар» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появится возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Впервые Всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Об этом рассказал ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов. «Наш проект, имеющий достаточно богатую и интересную историю, уже на всероссийском уровне признан. И заявка наша прошла, поддержана. И теперь на базе этого форума, Махарского форума, будет проводиться форум по отпору социальных значимых проектов, молодежных проектов. Это очень престижно для молодежной политики нашего университета, естественно, для нашей республики. Хочу поблагодарить наше министерство молодежной политики». 185 видов госуслуг переведут в электронный формат к концу этого года. Услуги по здравоохранению, образованию, ЖКХ и других сферах полностью переведут в онлайн-формат в рамках проекта по оптимизации и цифровизации. Предпринимателям уже доступно более 20 видов разрешительной деятельности на госуслугах. Жители Карачаева-Черкесии могут поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР, присоединившись к масштабному проекту ОНФ «Всё для победы». Общероссийский народный фронт запустил проект в поддержку луганских и донецких военных подразделений, благодаря которому все желающие могут оказать адресную помощь бойцам, занятым в спецоперации. Каждое лето многие улицы и общественные места республиканской столицы превращаются в стихийные базары. Административная комиссия мэрии Черкеска в составе сотрудников отдела торговли и бытового обслуживания населения, а также представителя полиции, провела очередной рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. Об этом рассказал заместитель начальника городостроительства и архитектуры мэрии города Арсен Клисов. Много жалоб и обращений на несанкционированную торговлю, особенно обращают внимание возле поликлиники. Там очень много продают овощей. Сейчас начали продавать вещи, бельё, что очень неэстетично смотрится всё. С нашей стороны мы доведём это всё до руководства, и там с руководством будем принимать решения. Может, будет какая-то альтернатива для них, как ярмарка выходного дня. Фальсифицированную сметану поставляли в гимназию Прикубанского района Карачаева-Черкесии. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Управлением Россельхознадзора отобраны пробы сметаны в гимназии село Знаменка Прикубанского района. Продукция была произведена фирмой ООО «Молочный край» из города Прохладного Кабардино-Балкарской республики. При проведении лабораторных исследований в продукции выявлены растительные жиры. Данный факт говорит о нарушении требований технического регламента о безопасности молока и молочной продукции. В отношении ООО «Молочный край» управлением Россельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о выявлении направлена для принятия мер в МВД по Кабардино-Балкарской республике, а также в аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов продолжаются работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Шкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений и проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны. Существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Спортсмены Карачаева Черкесии завоевали четыре медали на соревнованиях по конкуру. На летнем кубке конно-спортивного оздоровительного клуба Ставрополь приняли участие более ста человек. Состязания проходили в четырех категориях взрослые, юноши, дети и любители. Победу сразу в двух маршрутах в категории юноша одержала Лилия Тимижева на лошади Армани. Она преодолела высоту препятствий 80 и 90 сантиметров. В двух маршрутах категории юноши бронзу завоевал Эльдар Хубеев на лошади Град. Он преодолел высоту препятствий 80 и 90 сантиметров. Радио России. Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов. В горах местами плюс 16-21. В северной части высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске днем без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 27 градусов. И в республиканской столице высокая пожароопасность четвертого класса. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама В 2022 году Пятигорский государственный университет предоставляет возможность поступить на 560 бюджетных мест по всем уровням обучения. Прием документов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места ведется до 25 июля. А на некоторые направления подготовки, предусматривающие дополнительные вступительные испытания, документы необходимо подать до 15 июля. В том числе на педагогическое образование с различными профилями, где имеется значительное количество бюджетных мест. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте билетик.про. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч!